Рассказывали, как Гурудев их учил, как он их наказывал. И эти истории настолько, они были вдохновляющими, настолько живыми. И Вашнавы Тиртха Махараштхара Махарашибон Махараш, они рассказывали. И вот эти вот чувства, которые они испытывали, рассказывая о Гурудеве, все это настолько сильно передавалось, что не было возможности даже подумать о том, что Гурудева мы не увидим. Потому что мы всегда готовились к приезду Гурудева. Вот сегодня праздник вот такой, надо Гурудеву приготовить, надо Гурудеву украсить его в Исасану. То есть настолько было, не было такого ощущения, что мы больше никогда не будем, мы всегда его ждем. И он настолько глубоко, вся вот эта Катха, которую рассказывали Вашнавы, оно настолько глубоко проникает в сердце. Вот, поэтому всегда нужно, когда с Гурудевым общаешься, всегда нужно ловить каждое его слово, каждый его взгляд. Потому что в них наполнено столько сладости, столько нежности к нам, на самом деле столько милости. Даже когда он тебя ругает и выгоняет, когда говоришь, что ты глупый и тупой, и, не знаю, замахивается над тобой чем-нибудь, там, поварюшкой или чем-то еще. Это настолько проявление милости, что каждый раз, когда Гурудев или старший преданный Вашнавы, когда он ругает, он просто выбивает из нашего сердца все анаркции, всю грязь. И даже лучше, когда он будет вас ругать или вообще игнорировать. Это самое лучшее, что может быть, потому что Гурудев, он очень милостивый. Все, что он делает, это только для нашего блага. Вот, и больше я такого ничего не могу сказать. Он наш самый близкий друг. И даже если мы свернем куда-нибудь на какую-нибудь ложную дорожку, он обязательно сделает подзатыльник, ремня даст, устроить такую ситуацию, что мама не горюй, скорее-скорее вернуться на прежнюю дорожку, чтобы уже никогда не сворачивать с правильного пути. То есть, вот так для меня Гурудев, он очень много делает. Настолько много, что всю жизнь, многие жизни, невозможно будет отхватить ему ничем, никогда. Продолжение следует... 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 Продолжения следует... Он родился в Шли Сампратаи, в семье очень возвышенных ващнавов, очень возвышенной в романической семье. И в его сердце тогда жили Иси Тайрама. Когда Шелагурудеф читал Ромаину, то он плакал, он показывал совершенный пример Севаке, слуги Иси Тайрамы. Когда Господь Ромачандр пришел в этот сердце, он показывал идеальный пример сына, идеальный пример брата, идеальный пример мужа, идеальный пример царя. И те, кто поклоняются Господу Ромачандре. Шелагурудеф всегда объяснял нам, что как важно вначале следовать тем правилам, законам, которые установил Си Тайрама, чтобы для нас были идеалами Господь Ромачандра и Си Тайрама. Он прямо на своей жизни показывал, как идеально им следует. И поэтому Шелагурудеф в своей жизни тоже был идеальным мужем, идеальным сотрудником, он был идеальным сыном, он был идеальным во всех отношениях. Потому что в его сердце был Господь Рома, Си Тайрама, он был предан Хануману, Барати, Лакшману, он во всем им следовал. И Шелагурудеф объясняет, что пока мы не научимся следовать, Барнашама Дарма это называется, Барнашама Дарма обозначается устои общества, наших обязанностей, долгов социальных. Как хочет Кришна, Барнашама Дарма это законы, установленные Кришной, это таковое желание для того, что если мы хотим жить в миру, если мы хотим жить в обществе, то Шелагурудеф говорит, что нужно во всем тогда следовать Господу Ромачандре. И он раз так, с такой нежностью рассказывал о любви, ситы, рамах, первых встречах. Когда Шелагурудеф смотрел Ромаину, он тоже плакал, фильм этот, они часто с Брамачариями и со Шелагурудефом пересматривали и пересматривали эту Ромаину. А затем, когда он уже работал офицером полиции, Шелагурудеф был идеален как в образовании, так и в физическом развитии, поэтому он легко получил положение офицера полиции. И тогда он встретил Гаудио Вайшнов, которые рассказали о том, что Господу можно поклоняться в особых взаимоотношениях. Не просто как ситой рами, не просто как это делал Ашабари, не просто как это делал Хануман, не просто как это делал Варатей, Лакшван или даже сита, а гораздо выше оказывается можно. И они объясняли о том, что когда Кришна приходит, то он выше всех законов и правил этого общества. Он приходит, он совершенно беззаботно является самой высшей своей прекрасной чистой любовью. И Шелагурудеф, он отдал себя, отдал уже свое сердце Раде и Кришне. Но испытывал некоторое сомнение о том, что ну как же, он же поклонялся Раме и Сите, а сейчас хочет отдать свое сердце. Ну так понравился Радика, так ему понравилась Кришна, как же, он может не отдать где-то его сварупа. И он стал молиться и плакать о том, что вот он, кто тоже отступитель от ситой рамы, как же так, как он может оставить своих и любимых драгоценных ситой рамы. И позднее к нему пришли ситой рамы, которые сказали, чтобы он начал поклоняться Раде и Кришне. Они были очень счастливы, что когда, например, человек поклоняется Иисусу Христу, или поклоняется Шеве, или поклоняется Хануману, или Ганеш, или кому-нибудь. Если человек выбирает поклонение более Высшему Иштадеву, то все они становятся удовлетворенными и счастливыми от этого. Не нужно им отдельно поклоняться. Все они хотят, чтобы мы поклонялись Кришне изначальному Господу. И тогда Гурадев начал повторять один лак святых имен уже Гарри Кришна Махаматра. Шестом, правда, не повторяет Гарри Кришна Махаматру. А вот здесь, после Гарри Кришна Махаматра, будучи идеальным семьянином, идеальным сотрудником во всех отношениях, он еще и находил время каждый день повторять один лак святых имен. И рассказывают, как один раз Шеннагурада настолько хотел послушать Харри Катху, что однажды просто даже не смог прийти на работу. Он забылся. Он был настолько занят, что он в своем баджане. То есть, однажды я слышала, когда Гарри Кришна вы говорили, что он был настолько занят повторением святого имени, что просто позабыл пойти на работу. А он офицер полиции. И когда вспомнил об этом и пошел туда, а у него было ночное дежурство, и оказывается, в тот самый вечер приезжал еще более высокий начальник. И если бы его не обнаружили там на работе, он просто бы лишился этой работы. И тогда, когда он пришел уже на работу попросить прощения, ему вдруг говорят о том, что как же, Нарайна, вы же только что тут были. Вы сегодня так необычно совершали всю работу. Сегодня этот наш начальник потерял очень важный документ. И весь полицейский участок, просто сломя голову, искал, он переворачивал все документы. Никто не мог найти документы. Документ был очень важный. Там весь участок был под вопросом о штрафовании. И вы легко нашли этот документ и передали начальнику. И начальник, довольный вами, довольным, как вы исправно служите, он вас, наверное, повышает по службе, он написал, так, чтобы он позволил. И вот тут Шелабурудеев, он-то понял, кто был этот Нарайна, который нашел этот документ, и который так еще сделал, что его повысили по службе. И тогда после этого он решается оставить дом. Это вот как Махарадж рассказывает историю про одного парикмахера у Дурьёданы. Знаете эту историю? Есть одна история. Один парикмахер у Дурьёданы, у Дурьёданы, который делал еще и массаж к тому же. И этот парикмахер знал, что Дурьёдан он нехороший царь, принц, и ворач. И поэтому он не с охотой все делал, но это было его служение. Но он любил служить Вайшнаву. И однажды у него была такая ситуация, что в его дом пришли Вайшнавы, и он стоял перед дилеммой. Если он не может отказать Вайшнаву, хотя бы послужить, и с другой стороны, ему нужно было идти сейчас в это время делать массаж Дурьёдане. И он знал, что его Дурьёдану это никогда не простит, он просто сейчас лишится к средствам существования, еще может вообще исходить. И тогда он решил, все равно их буду служить Вайшнаву. Будь что будет. И тогда, когда он тоже пришел потом в Дурьёдану, чтобы извиниться за то, что он не смог прийти вовремя, ему то же самое Дурьёдану говорит. Как же? Ты же только что был, мне массаж делал. Что пришел? Кришна, где принял образ этого парикмахера, и делал массаж Дурьёдане. И Дурьёдана никогда такого счастья не испытывал. Это ведь не простой массажист был. От одного только прикосновения к рукам такого массажиста у него начинались аж тасаки и бабы у него. Говорит, я не понимаю, это был такой массаж, у меня слезы непонятно от чего и бежали из своих глаз. От такого счастья, которое он испытывал, у него слезы бежали, у него волоски на теле стали подниматься, у него все аж тасаки и бабы стали проявляться на теле. Он говорит, я никогда такого счастья не испытывал. И он подарил, даже снял с себя свое самое дорогое ожерелье царское и подарил этому парикмахеру. И когда сейчас он приходит сюда просить у него прощения, он смотрит, Дурьёд говорит, ах, так ты возгордился, что я тебе такую высокую оценку дал и сорвал с него это ожерелье. Он говорит, откуда у меня тут это ожерелье? И он тоже понял то, что сам Кришна пришел, чтобы массировать тело этого негодяя берега. Дурьёданы ради него, ради того, чтобы преданный не потерял работу. И он тоже решил больше не работать, не дурьёд. Если Кришна, он даже до такого доходит, то есть то, что Кришна говорит, татайшам сататайуктанам, он говорит, что ты в Бхагавадгите. Если человек начинает мне, мой преданный, если мой преданный исключительно предал мне, то я для него всем необходимого обеспечу. Я сам буду и охранять, чтобы у него никто ничего этого не взял. И вот когда Кришна, у нас у каждого в жизни много подобных моментов. И когда Кришна показывает иногда нам, доказывает это, очень сильно появляется вера. И тогда, что этот парикмахер, он оставил служение турьёданы, что Гуру Дэф, он полностью разочаровался. Он повторял один лак святых имен, но после этого он просто не мог уже больше оставаться дома в семье и не мог больше служить материалистам. И поэтому он решается поехать в Новодвипу. Поехать в Новодвипу. И поскольку ему рассказывали про Маму Парамгороду, о том, что он один из главных учеников Шилы Прахупады, становился сейчас в новый храм на Колодвипе. И у него очень много молодых людей, которые проходят у него воспитание. Он слышал о возвышенной качестве, и он решил тоже поехать туда. Но он не знал, где это, и как оно вообще выглядит. Мало того, он не знал даже бенгальский язык. У Маму Парамгороду родился в Бехаре, там Ромаину читают, там всё на хинде. В Индии 22 государственных языка, невозможно все знать. Он ещё в игре совершенно не знал бенгальский. Просто совершенно не знал бенгальский тогда. Ему нужно было поехать, искать Новодвипу. Он знал только имя, и знал, что это находится в Новодвипе. И всё. И когда он туда приехал, он его ещё и высаживает, там поисшёл ночью как раз. То есть он думал, он уже планировал, он сейчас переночует на вокзале. Переночует на вокзале, и потом утром будет расспрашивать, где тут, что, как. Ну как только он выходит на вокзал, он смотрит, какой-то человек со светильником, с керосиновой лампой. Дома не выходит. Зовёт на рай на Тивари. На рай на Тивари. Говорит, откуда он мне здесь на свою тему? Я такой первый раз приехал в этот край. И он подходил, подошёл какой-то бромачарий, юный, красивый, и говорит, вы, говорит, на рай на Тивари? Говорит, я. Говорит, мой груден, шилобак, пипрогяна, кешуга, с вами, мухарач, отправил за вами, сказал, что вы сейчас приедете. Сказал, тамаха-бхага, вот это вайшнам сейчас приедет. А зачем, говорит, ехать на вокзал? Тамаха-бхага, твайшнам приедет. Да, и тогда они с Ашином Гурудем отправились туда, и там вот произошла их встреча, они угнили друг друга. Никогда прежде не видели, но это объятие говорило о том, что они знают друг друга всегда. О том, что он является его вечным спутником. Вот, вечный спутник. И потом они условились очень теплым отношением с Ваманамахараджем, Тривикравым Махараджем. Ваманамахараджи, и Тривикравым Махараджи, они были старше его, поэтому они взяли, стали его всем, всему обучать в храме. Что, как делать, что, как жить, как завязывать двоти, куда ходить, куда кладиться, как готовить. И Шилагурудеф начал там служение. И опять показывал идеальный пример Брамачарии, идеальный пример служения своим духовным братьям. Шилагурудефа называли Динабанду, потому что он, Бхактабанду, потому что он служил всем своим духовным братьям, так же, как своему учителю. То есть нам всем известно, что Шилагурудеф, он Дандават Пранаму, то есть земные поклоны делал вам, Анагасе Махараджи и Тривикрава со своим духовным братьям. Считай их неотличными от своего, от своего Гурудефа. Так ведь не только им, и другим ведь тоже. Это же не значит, что он кого-то, кого-то выделял, а как кем-то пренебрегал. Все, все, кто Шилагурудефа знают, они все питают в нему хорошие чувства. Хорошо при этом, чтобы сердце было чисто, чтобы могли видеть Ваишнава. И тогда Шилагурудеф он начал отстраивать вот Колодвип. Раньше тогда там было вот Божество, которое остановило Паран Гурудеф, и там была алтарная. И там была алтарная в Девананте Гаузиаматхе. И все, и вокруг больше ничего не было. Нет, тоже не было ни комнат, где жить, ни ща, ни вокруг, ни для гостей, ни для брамачарин. И тогда Шилагурудеф начал все это отстраивать. Начал собирать деньги, да? Начал собирать деньги, начал сам кирпичей. Вот каждый кирпич, то есть в Ашнаве говорят, каждый кирпич, который вокруг всех зданий идет, прошел через Шилагурудеф. Вот там каждый кирпич построил, сложил. И там появляются сейчас красивые дармашалы вокруг. И для брамачарин появились место жить, и для гостей, которые приезжали туда, для того, чтобы проводить большую парикраму. И Шилагурудеф тогда начал с Парамурудефом ездить на проповедические туры. То есть Парамурудеф, когда был с Пракупадой, тогда он занимался только менеджментом. Потому что Пракупада, чтобы Пракупада мог заниматься проповедом, он просто взял на себя всю черную работу. Самую сложную работу общения с людьми. Самую сложную работу управления с людьми. У Шилы Пракупады тогда было 64 матка. И всем этим заветовал наш Парамурудеф Шилы Бхакти Прагьяна Кешу Гасвай Махарач. Не так просто управлять хотя бы одним матком. Потому что в матке очень сильно отличаются взаимоотношения по сравнению с миром. В миру ты можешь кого-то терпеть, потому что у тебя либо кровные связи с ним, либо тебе за это платят деньги. А если нету этих кровных связей, и если никто тебе не платит деньги, то что-нибудь не так тебе скажи, и все это будет самое настоящее. Нам будет ненависть, зависть, и все что угодно. А с чем мы будем терпеть кого-то? И вот тут уже управление людьми должно быть на совершенно другой основе. Тут должно быть служение им, расположение к ним, любить. Если ты не будешь кого-то любить, кого-то к себе располагать, не стоит жить его, ты никогда не дождешься, чтобы кто-то тебя слушался. И вот Парам Гураде он как раз и обладал огромным сердцем, как сердцем Прабхупады. Он принял всех учеников, которые были у Прабхупады, и он задействовал всех Брамачариев. И все его любили, потому что у Парам Гураде было такое большое сердце. Но на проповедь у него не было тогда времени. Он должен был выращивать этих мальчиков, которые у Прабхупады давал посвящение. И те, которые уезжали, собирали все эти средства, нужно было всем этим распоряжаться. И многие из старших учеников Прабхупада не думали, что наш Парам Гураде он просто хороший менеджер. Он как проповедник мало что из себя вероятно представляет, санскрит не знает и так далее и тому подобное. Очень хороший менеджер. Но когда Прабхупада уходит и когда Прабхупада потом во сне в несколько раз приходит и дает наставление кто должен принять саньясу начать проповедь должен. Вот тогда Парам Гураде принимает саньясу Шилы Бахти Равшаши Даргасвами Махараджа и начинает такую проповедь которую Шилы Гураде написывает в биографии о своем учителе. Он идет идеальный пример то как проповедовал потом Бамана Махарадж то как проповедовал потом наш Гураде откуда у них такая сила была откуда у них такой пример был с того как они видели как они не видели как проповедовал Пракупада но они видели как проповедовал Параш Паран Гураде то как он ходил по Манагасави Махарадж он ходил пешком сходил всю Бенгалию по болотам через реки заходил в дом всех людей неважно богатый или бедный человек вот как не тебе надо пробов буквально в каждый дом заходишь и просишь поклоняться Кришне абсолютно невзирая на то что тебе нечего есть нечего одеть нигде спать откуда сейчас на основе чего мы сейчас совершаем проповедь от того что они прилагали такие усилия прежде это они уже создали репутацию Гаудия Матха такими усилиями не создали репутацию Гаудия Матха они ходили по всем домам они терпели все без каких-то либо удобств на огромном желании просто послужить своему учителю и вся бенгалия знает вам нагасаем махараджа когда у нас по рекламу идет там приезжает 15 тысяч человек откуда они приезжают эти ученики вам нагасаем махараджа это ведь он туда все это обходил и ищила гурдек едет вместе с ним он это все видит он помогает в этом он находится с ним с самого начала он возит все оборудование он принимает потом еще когда на Гаурапарниму приезжает то есть Прабхупада он сказал что roads Moond TB и потом когда Прабхупада уходит все это прекращается издание книг прекращается и наш Парам Гору Деф он начинает устанавливает издательство книг начинает анти заходить уп Georgetown нарк Kylie 1997 башisan jk carte по рикраму и наладива по рикраму и вот это все кто делает парам гуру-деф и его правые левые руки то есть это вам на махарадж это на шину гуру-деф и трвикрам гасвами махарадж и пока они были там и пока шину гуру-деф был все было идеально и слажено потом парам гуру-деф уходит и у них словно земля из-под ног уходит они просто остаются одни тоже не знают что делать в такой момент и даже при приезжает вот тогда вот гуру-деф си шиман бахараджа который зовут бахтии шируф си даньте гасвами махараджа они у них настолько близкие взаимоотношения с нашим парам гуру-дефом он тоже ушел после прахупады просто пошел в свое пури и там установил матхи парам гуру-деф установил свой мат на каладжи и тот остался в пуре он приезжает все решает кладет нашего парам гуру-дефа саматхи устанавливает какие законы должны быть то есть воодушевляет их чтобы они продолжали миссию парам гуру-дефа устанавливают законы и назначает вам на гасове махараджа за старшего этой миссии миссии гаудио-матха и уезжает к себе то есть когда учитель уходит когда учитель уходит не нужно бросать служение ему когда учитель уходит чтобы не потом не происходило в твоей жизни нужно служить ему служить ему еще больше на город time тогда тоже присутствовали старше ученики прахупады и они тоже им служили и они тоже их слушали но они продолжали служить парам гуру-дефа они не оставили то что делал парам гуру-дефа они не оставили этот мат они держат или это издательство ониThey оставили эти парикрама они все что дело там вуде во темно所 этот взялиこの на свои плечи. Вашнавы всегда говорят, ты можешь, то есть нам, конечно, нужна Вашнава-санка. Безусловно, нам всегда нужно слушать старшего Вашнава. Без этого невозможно развитие бахти. Если какой-то старший Вашнав приезжает где-то рядом, нужно идти к нему и слушать от него. Потому что у него бахти больше, у него глубокого сознания больше. У каждого старшего Вашнава можно поучиться чему-то. Но при этом еще вот тут должен быть определенный стержень. Вот тут должна быть внутри определенная преданность своему учителю. Бахти обозначает преданность. То есть человек, он тогда начнет в бахти, когда он начнет понимать, что находится за этим словом преданности. Преданность — это когда ты отдал себя. Кур-деф, когда он приезжал в Пуре, он объяснял на лекции специально для Прамачарьев. Он говорил, что вы как проданная корова должны быть. Корова была у одного хозяина. Ее продали другому хозяину. И корова — это проданная корова. Она поест только то, что хозяин даст. Она стоять будет там, куда хозяин ее поставит. Она будет делать все, что хозяин ее попросит. Вот она, сущность ученика. Мы как проданная корова. То есть Гур-деф нас принял. И вот за это мы должны быть ему благодарны. Если нас принимает какой-то вайшнав, если нам какой-то вайшнав хочет помочь, то какой глупец будет от этого отказываться? Какой глупец будет еще думать? Ну, я еще посмотрю. Нужна мне эта помощь или не нужна мне эта помощь? То есть иногда можно видеть такую ситуацию, когда вайшнав едет на проповедь. Он, когда вайшнав приезжает к кому-то, когда вайшнав рассказывает о Бхакте, когда вайшнав дарует веру, когда вайшнав хочет тебе помочь, он готов взять с тебя твою карму. Он готов сейчас тебя полностью изменить, твою судьбу. Он готов всю твою грязь взять на себя. То есть во время посвящения что происходит? Когда ты у кого-то получаешь посвящение, то все твои грехи подобны твоего учителя. Это ведь он будет это все раскрывать. А мы с этим не справимся, у нас силы нету. И когда к нам какой-то вайшнав приезжает, и не важно из какого он Гаудиаматха, даже если приедет какой-то вайшнав из другой сампродаи, все равно у него можно чему-то поучиться. Даже если приедет сейчас вайшнав из Рамануджа сампродаи, можно пойти к нему, можно послушать его. Он даст очень глубокое понимание о Бхакте. Вот тут просто должен быть стержень. Понимание преданности своему учителю, своего и сампродаи. Но учиться-то можно всегда. Когда все, что устраивает нам фрешно, это ведь нужно учиться принимать. И тогда действительно у нас будет рост Бхакте. А то в итоге будет как в анекдоте, когда мне человек тонул на реке, ему один лодочник проплывал, говорил, давай, давай. Да нет, говорит, мне Господь поможет. Иди, плыви дальше. И дальше тонет. Второй лодочник подплывать. Слушай, ну давай, давай уже. Да нет, говорит, мне Господь поможет. Плыви отсюда. В итоге-то получается, он утонул. А Господь-то его за это ругал. Говорит, я тебе сколько лодочников-то посылал, для того, чтобы спасти тебя. Вот мы... Нет у нас еще пока этого понимания. У нас просто какое-то очень узкое вначале понимание. Оно, конечно, свойственно. Чего-то мы услышали, и за это какую-то фразу заодно зацепились. Нужно стараться больше слушать Вашнав. Но внутри должна быть преданность своему Учителю. Внутри должна быть преданность Сампрадая. Внутри должна быть преданность Рады и Кришны. Даже когда ты общаешься с преданным Рамой Ситы, или Лакшмана и Нарайной, внутри нужно развивать преданность Рады и Кришны. Конечно, лучше всего слушать, если когда старший Вашнав приезжает, то он тебе поможет вот в этом аспекте свою Бакту развивать. Это вообще идеально. А когда приезжают еще ученики твоего Гуру, твоего Паран Гуру Дева, и при этом не ходить его, не слушать, это ж каким глупым человеком нужно быть. Так вот, Шина Гуру Дев, он служил всем ученикам, Шина Бактиседанца Расадии Прохупады. У него было удачное расположение в Уматхах. Он находился в транспортной развязке в Матхуре, в Кешавадже, Гаудио Матхе. Все, кто ехали тогда в Бактиседанце Расадии Прохупады, и все, кто нет на железном дорожном транспорте, а Матхов тогда вообще во Гриндавне не было у Гаудио Матхов. И все ученики Бактиседанца Расадии Прохупады не останавливались в нашем Кешавадже, Гаудио Матхе. И всем служил Шина Гуру Дев. И всем служил так, что у них осталось очень теплое впечатление о нем. Он же все для них и стирал, и готовил, и все-все-все делал. Преданность внутри, любовь внутри к Бактиседанца Расадии, к парам Гуру Дева, Шина Бактиседана Прохупады Прохупады Прохупады, и к Махараджа. И каждый Вайшнаб, каждый Возвышенный Вайшнаб это оценит, он знает, что это правильно. Щелогурда всегда говорила, что никакой учитель, никакой Вайшнаб, он не будет кому-то смотреть, как на свою собственность. Настоящий чистый Вайшнаб, он смотрит на других только лишь для того, чтобы каждому из них помочь в его определенном пути. Вот это вот, как Махараджа вчера сказала об этом удивительном качестве Щелогуру Дева, когда, я просто сама видела, свидетелем была, когда к Гуру Деву приходили какие-то люди, ученики других гуру, например, приходили Бахти Прамут Пури Гасаи Махараджа, вот они представляются, пожалуйста, благословите нас. Понятное дело, они там тоже новички приходили, они получили посвящение, например, у кого-нибудь из старших Вайшнаб, у кого-нибудь уже из старших. Потом приходят гуру Дева, они привлеклись к нему, говорят, ой, пожалуйста, примите нас, мы хотим ваше благословение. Щелогу Деву Деву говорит, у тебя замечательный, гуру, у тебя уже дал все благословения, просто приходи на мой парикатку и все, ну даже не думай об этом. Вайшнабы, они не занимаются тем, что им, вайшнабы учись, у них нет никаких претензий, каких-то ожиданий от этого материального мира. Тут брать нечего вообще на самом деле, вот ну просто нечего тут брать, тут одна грязь везде. Это когда Вайшнабы проповедуют, они делают такую жертву. Когда ты, когда они едут, когда они, они жертвуют, они жертвуют своим баджаном, они жертвуют своим, своей хоринамой, они жертвуют своим, они с удовольствием, они, что для Вайшнабы является самым вкусным. Самым вкусным это когда он во Вриндаване, например, изучает, работает с вами, глубоко изучает, он пытается в этом разобраться, понять, слушать от старших, совершать гавардану парикраму, ходить, получать даршину по баристану. Вот это для них единственное, что хотя бы немного как-то скрашивает их разлук, они просто жить не могут без Рады и Кришны. А тут надо ехать к тем, у кого стеклянные глаза, никакого вкуса, никакого желания, и пытаться им рассказывать о Рады и Кришне. Это такая большая жертва. Это ты забудешь от того, когда нет собственной комнаты, нет собственного дома, ты просто живешь в этом самолете все время, тебя же постоянно будут там и тошнить, и мотать, там удобств никаких нету, какой бы там ни был самолет удобный, это самолет. Ты после этого болеешь, какой бы там ни был поезд удобный, это поезд, на котором тебя трясет. И они все это делают для чего? Чтобы удовлетворить Раду и Кришну, чтобы удовлетворить Вайшнава. В Вайшнам ничего вот тут абсолютно, нету тут ничего, чтобы можно было тут взять. И если Вайшнав какой-то приезжает что-то донести, это ведь нужно бежать с распростертыми руками к нему, слушать от него, пытаться что-то для него сделать, и если он что-то предлагает, нужно это принимать. Вот тогда Кришна будет доволен. А если Кришна будет доволен, все остальное, все остальное, все будет решаться. Потому что Кришна стоит за всем этим. Кришна, Он все наши рубрики наши дает, все наши здоровья дает, всю нашу красоту дает, всю нашу молодость дает. Кто это дает-то? Кришна это дает, когда Он доволен нами, тогда Он все это и дает. И Щелла Городов, Он показывал идеальный пример во всем этом. Он служил всем старшим Вайшна, он служил своему учителю. И Он тогда начал, вот так же, начинал проповедь Кешаваджи Гаудиамадхи. Он сначала туда время от времени приезжал, до 72-го года. А потом уже с 72-го года, то есть, когда Он приехал сначала, вот когда в Дагананда Гаудиамад, начал изучать бенгальский язык понемножку. И еще, особенно, когда по Рамкура-Дагамам переводить Джайва-Дарму, вот тогда ему пришлось, Джайва-Дарма на бенгальском языке, вот тогда ему для этой Джайва-Дармы пришлось изучить уже основательно бенгальский язык и перевести в Джайва-Дарму с языка, которого ты не знаешь. Ему пришлось это изучить. И он ездил на проповеди, как бы, и уже тогда начинал там проповедовать, потом на бенгальском. И потом его Парам-Городов послал туда, в Кешаваджи Гаудиамад. Он, Парам-Городов, так обрадовался, что Шила-Городов, такой великолепный ученик, так глубоко постигающий седанта, первый, кто говорит на хинди из высокой брамманической семьи. То есть это значит, что прямо Махапрабху послал такую личность, которая сейчас возьмет на себя все хинди и говорящее население Индии. Не было тогда проповеди на хинди, проповедь была только в пределах Бенгалии и Алисы. Это только маленький восток, где, куда приходил читание Махапрабху, вот только вот это, и он говорил сам на бенгальском языке, вот только вот этой территории и знал о нем, и никто больше. А вся Индия-то очень-очень большая. И когда приходит Шила-Городов, Парам-Городов сразу видит о том, что вот она сейчас начнется, широкая проповедь по Индии. Вот он пришел, новый этап проповеди. И он ставит центр Матхура. Что такое Матхура? Матхура — это важный политический центр. Матхура — это важный военный центр, политический центр. Утропрадеша, Агра, он как раз находится между Агра и Дели. А там находятся все главные люди, вся элита. И тогда и там Городов начинает свою проповедь. Тоже с очень простых, совершенно, с простых шагов. Он также идет по всем домам Матхура Васи. Он когда приезжает туда, он когда приезжает туда во Вриндава, не было там этого джанмаштама, такого развитого, месторождения Кришны. Люди там, там в основном мусульманское уже население. И люди там боялись чему-то похлоняться. Если иногда еще заходили в храмы Шивы, и это все. Там даже Хари Кришна Махамантру правильно не повторяли. Там повторяли Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Ре. А потом только Хари Кришна Ре, Кришна 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 Ре Ре. И вот там были бандиты. На Варшане бандиты, на Дагаоне бандиты. Но у них не было книг, у них книг нет. У них только есть свои санскритские книги. Но доходило до того, что эти самые бандиты считали о том, что Кришна, он родился в Матхуре. Те самые бандиты. Они в Гокуре. О чем говорить? И тогда Шилагурадев, вот при всем этом, он начинает и участвовать в собрании бандитов, которые там проходят. И представляться о том, что никакой я не бенгалец. Я хинду. И начинает с ними разговаривать. И им объяснять, что находится в Шиманбхагава. Там устанавливать, вот ты откуда из Гокулы? В Гокуле Кришна родился. Ты что не знаешь? И начинает все это объяснять. Он начинает развивать явод, о котором все позабыли. Нету, не было там этого никакого явода. Потому что считали, что Рада и Кришна это муж и жена. И тогда Гурадефа устанавливает этот явод, вот то здание, которое там есть. Это Гурадеф все это спонсировал. Гурадефа устанавливает этот пьедестал, где происходила свадьба, так сказать, Рады и Кришны. И Гурадеф устанавливает этот пьедестал, объясняет, какая там шуточная, игровая свадьба происходила. Ненастоящая там свадьба происходила. Не было там, говорят, родителей никаких. Не было там никаких. Брама появился. Там был только жених, невеста. Господь Брама пришел. И он пропел ведические мантры. Они обвинялись гирляндами. Вокруг садьки были. Вот она свадьба прошла. Свадьба ведическая. Так не может проходить при ведической свадьбе. Там нужно много пройти. Во-первых, у Кришны шнура браванического не было. Какая бы там ни была свадьба, если пока у тебя шнур не выдали, не можешь ты жениться. Не было у Кришны тогда. И родственников никого было. Ни родителей со стороны невесты, ни родителей со стороны мужа. И он вот эти все элементарные вещи начинает рассказывать всем этим пандитам во Вриндаване. Он устанавливает... Там нет Вишак Удавакьяри. Он устанавливает Брамакунду. Он устанавливает Кали Агад. Он просто начинает в Раджаваси говорить о Кришне. О том, что такое в Раджаваси. Он объясняет о том, какая разница между настоящим Враджаваси и ненастоящим Враджаваси. И он делал это так. Вот в чем особенность Шилагурдева? Вот для моей стороны, вот для меня, самое-самое непостижимое и самое-самое привлекательное особенность Шилагурдева заключается в том, что он настолько деликатный и с такой любовью к себе мог кого угодно расположить. Вот даже если человек говорит полную несурадницу, и Шилагурдев его поправляет, тот человек будет испытывать такую любовь. Вот если мы кого-то поправим, кого-то поругаем, потом нам влетит. эффект будет потом на 3-4 года месть, не разговаривать, глаза в тебя не видели, он меня не уважает. В общем, мы все это знаем, что это происходит. но когда Шилагурдев кого-то поправлял, эти люди, они после этого становились ему преданными. Они не просто на него не обижались, они после этого отдавали ему свои сердца. Он просто, он как дошел из одной, и в итоге сейчас получилось, все эти браманы из Матхуры, они с такой любовью Гурдевы вспоминают. Кто-то он Гурдев сделал, одного из них уже редактором Гаудио Матхам, второго там он уже там тут помогал, тут рассказывал. То есть он всех задействовал в служении. Тут под его началом стали открываться храмы, под его началом стали сдаваться журналы, газеты, открываться гашалы, идет у кого-нибудь открытие какого-то Матха, даже какой-то школы Гурдева туда приглашали, потому что он уже становился авторитетом. А он как начинал проповедовать? Он идет по домам, идет по домам, и даже если вы прям в бедный какой-то дом, говорит, да вы ничего, вы не нужен никакой простой дом, у вас сидеть негде, ничего, мы сами принесем подстилки, мы только мы придем к вам на своих подстилках, попоем вам, расскажем и уйдем, и не надо ничего. И вот так было по домам Матхура Васи по 4-5 программ каждый день часов до 12, до 2 часов ночи. А потом Мангалараде и все так. И вот когда видели вот такое свое пожертвование, такое служение, а как Гурдев говорил о Радыке, тем, кто любит Радыку, о Кришне, тем, кто любит Кришну, он просто забрал себе сердца и идет в Раджавасе. Они никогда такого не слышали. Для них, они говорили, вот он пришел в настоящий в Раджавасе. А говорили о Силе Гурдеву. Именно поэтому ему и дали титул Юга-Ачарья. Все бандиты с Варшаны, с Нандагаона, они в Учагаоне, там, где идет, там, где холм Лолиты Саки, дворец Лолиты Саки находится, вот там были главные бандиты же. Вот там была красивая церемония, на которой Гурдевы присвоили. Потому что они знали, они говорят, он наш, он Гаудиамат, не Гаудиамат, он наш, он в Раджавасе, вот у него настоящая любовь к Рады и Кришне. Вот Теракадамба Гурдев всегда помогал. Вот даже сейчас, когда идешь на парикраму, если заходишь в какой-то храм, если ты говоришь, что там, они могут по твоему лицу предлили, ну, она Махрач, и сразу будет другое отношение, потому что каждому из них помогал Нарай Нагасави Махарадж. А индусы, они очень благодарны по-своему, у них, у них, у них все-таки сердца более чистые, они менее циничные, они всегда помнят, если кому-то что-то добро сделал. Никогда этого не забывают, а Гурдев помогал всем. И Гурдев помогал, принимал каждого, и поэтому такая любовь у Гурдева Гурдева испытывает. Но вот когда в Терри Кадамбе туда приходим, там вот этот Пуджаре выбегает, выбегает Пуджаре и показывает журнал о Шиле Гурдеве. Вот, говорит, смотрите, я тоже писал статью о вашем Гурдеве. И он там писал о том, как Шиле Гурдев посадил вот это дерево Кадамбы, о том, что вот это рассказывал, вот это, вот это, вот такая любовь там Шиле Гурдеву. У него, у него просто поистине огромное сердце. Там вся его жизнь находится. Он, как Бхакти Сундарь Говинда Махарай сказал, что он пришел садо кунды и он нашел на рода кунды. И тогда Шиле Гурдев начал проповедовать во Вриндаване. Он начал проповедовать во Вриндаване, которым уже позабыли, кто такие группы Гасвами, Санатные Гасвами. Этот Вриндаван был полон самых различных там храмов Майавади больше, чем Гаудия Мадхов или Грамов Гасвами, те, которые изначальные. Там все вокруг заполонились различные люди в различных вязах, которые не следуют ни Кадыши, ни вообще образу каких-то Вашнау. И скажи им проруху и Санатну Гасвами, народ, который живет во Вриндаване, который создавляет основное население во Вриндаване, не знаю ничего не проруху Санатну Гасвами. И вот тогда что делает? Гурдаев наш всегда делает все профессионально, все глобально, все масштабно. Он начинает учреждать конференции по прославлению Гасвами. В Мадхе, которая там открывается Рупас Анатна, он каждый начинает устанавливать ежегодную конференцию, на которую приглашает всех самых главных бандитов, Гриндаван, тех, кого все слушает. И не только с Гаудия Мадху, а с Гасвами в том или ином Мадхе. Только какой-то бандит прослышался и Гурдаев его к себе приглашает, чтобы он прославлял Ширупу Гасвами. И они так были ему благодарны за то, что он возвращает славу Гриндавана Ширупу Гасвами. Он, наверное, сначала Мадху назвал Гупас Анатана, чтобы чем больше повторяли, тем больше знали об этом. И потом еще приглашает всех. Конференция длится целую неделю. Там приходят утром свои бандиты, вечером свои бандиты. И они все прославляют Ширупу Гасвами, а его вклад во Бриндаване о том, кто такой Рупа Гасвами, учения Рупа Гасвами. И в таких тонкостях они многие просто изучали про это, у них не было возможности даже говорить про Рупа Гасвами. Тогда он забирает сердца всех этих бандитов, а им уже следуют все остальные Мадхи. вот тогда Радха Дамодар начинает развиваться, когда люди все идут к Самадхи Рупа Гасвами, и там теперь туда все деньги пошли, и теперь там все отстраивается, все превращается в мрама, все покрывается крышами, он говорит о славе того храма, туда ли идут люди, туда идут деньги, все это отстраивается. Гурадек может ему не обязательно даже свои давать деньги, он только будет прославлять этих вашнавов, и все, и весь Вред Дамо начинает оживать. Поэтому Шилагурадек у него такой вклад был, что в развитии вообще. Вот сейчас по телевидению его ученики идут еженедельные телевизионные программы, рассказывая Чайтавня Махапрабху, Агаутиамадхи, Минеся чистое сознание Вайшнауа, Рахини Нандан Прабху. Каждое воскресенье множество людей это смотрит. Оно все больше и больше расходит. Махапрабху учили делать, чтобы Багават им рассказывали Багават Кахи, Багават Саптаха. Вначале Гаудиамад, например, даже Прабхупаду, он всегда ругал все эти Багават Саптахи. Почему? Потому что люди на них деньги зарабатывали. Они могли что-то, что-то, какие раньше были Багават Саптахи, какие в основном проходят Багават Саптахи. Приезжает большой-большой бандит, множество тысяч, 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 тысяч людей. Тут им рассказывают на свой лад Багават показывают о том, что нужно слиться с Кришной, о том, что гопи они в Кришну превратились, о том, что там кто-то там рассказывает кармина на тему карми, гьяна на тему гьяни и так далее и тому подобное. И эти сами ничему не следуют. Сами даже занимаются развратом. У самих очень ужасная репутация. Кто использует всю эту репутацию в читании Махапрабу и Вашнава? Те, которые вот так проповедовали в массе, они даже в своем образе жизни очень нечисто живут. Они не только пьют и курят, занимаются всем чем угодно и бизнесом, торговли наркотиками и всем всем. И при этом они могут у них будут тысячи учеников и они будут всем давать мантры и он и вот поэтому Прапупада когда пришел он стал все это ругать. А еще на Гураде когда пришел он говорит ну как это надо все использовать все задействовать служение Кришной. И поэтому он стал в его Бхагаватсаптахам на основе бригад Бхагаватамрита на основе того рупа санаты Нагасвами И вот и вот только сейчас только сейчас и только в нашем Мадхе только в нашем Мадхе вот сейчас начинают другие Кавдямадхи к этому подключаться раньше все критиковали Гурадева за это типа как это он Прапупад другом другом он начина он Бхагаватсаптахи ведет учеников подготовил а сейчас уже по всем ученики Шилагуру Дева они разъезжают в разные места в Индии они как только люди послушают вот такой Бхагават в чистом виде у них сердца начинают меняться они вдруг начинают понимать что такое Бхагава что такое Бхакти и они только Бхагаватсаптах туда приехал они постоянно его к себе приглашают сейчас в разные места по Индии начинается в чистом виде рассказывается этот Бхагаватсаптах и люди и люди вот точно так же множество людей теперь начинают следовать чистому Бхагу чистому Бхакти и многие говорили о Матхе теперь ну какая хорошая идея и сейчас с других Матхе тоже начинается они тоже на своих учеников тоже готовят а тоже делают чтобы Бхагаватсаптах Гурдек он лидером был во всем что с материальной точки зрения что с духовной точки зрения он так много сделал сделал таких революционных шагов от которых которых никто не ожидал например когда Гурдек проехал во Вриндава тогда даже имя Рады кипеть не разрешалось то что сейчас сейчас в Искунии запрещают 5 минут можно только Рады Рады ну вот в общем нельзя чтобы не застрять на это внимание чтобы обошло ухо вылетело ухо а то вдруг люди будут спрашивать кто такая Радика они объяснили тем что Сави Махаратсин долго никогда не пел поэтому у нас так да и в Гаудия Матха то же самое было заходишь в храм Гаудия Матха и ты не услышишь там имен Рады Ки вообще не то что объяснение ее настроение просто имя и он не услышишь и тогда Швила Гурудев он начинает а кроме этого помимо совсем этим вот смотрите Швила Гурудев как объяснял он говорит человеку нужно у нас мы по образу и подобию Рады и Кришны сделаны у нас у нас внутри есть тот потенциал который полностью проявляется на голове Вриндавана если человеку не говорить о близких взаимоотношениях с Господом как вот например взять грубый пример в христианстве там Рады рисуют этих людей с крыльями никаких эмоций ну то есть абсолютно безвкусие там значит в духовной жизни ничего там нету вот тут в материальной жизни у нас все это есть чем можно понаслаждаться а у них там все белые шили белые носы белые одежды белые ну чего там есть скукатища пусть они там хорошо живут ладно а я то здесь останусь потому что здесь вкуснее вот то же самое получало получалось тогда человеку душе нужно реализовать этот потенциал просто нужно сделать это правильно чтобы во благо душе помимо этого тому что Гаудия Матхи не говорила ничего Рады и Кришны там был очень весь Вриндаван завален книгами о Раде и Кришне но в каком виде люди с материальным оберпредскладом ума они пишут как будто эротические бестселлеры о Раде и Кришне а поскольку у души есть такой потенциал она будет искать это и она будет черпать вот в этих объяснениях она будет совершать оскорбления они же ват все после этого идут прямиком оскорблениях оскорблениях ну да ну и еще тогда Шилагурудеф он объясняет он говорит что Прабхупада когда ругался Гаджи за то что они вот таким образом представляют отношения Рады и Кришне Прабхупада хотел чтобы приставить в чистом виде Рады и Кришне когда ты например читаешь о Раде и Кришне как говорит чистый Вашнав как говорит Шилагурудеф это одно ты после этого чувствуешь себя ты чувствуешь огромную разлуку по нему ты чувствуешь огромную чистоту в своем сердце у тебя с глаз текут слезы думая о Раде и Кришне и о том ты хочешь попасть туда а когда ты читаешь то же самую книгу по словам которые писал человек недалекого склада ума ты испытываешь вожделение от того чего там написано у тебя усиливаются не те чакры и соответственно ты еще больше занимаешься материальной деятельностью и Шилагурудеф тогда начал писать о Раде и Кришне возвышенное произведение которое запрещено было упоминать даже в Гаудиаматхе он начал говорить о Радике в которой запрещено было говорить в других Гаудиаматхах но сделал это описняя все это и сначала было очень много критиков вначале действительно вот это вот это первое главное за что его начали критиковать как он смеет Пракупада этого не делал там как он смеет об этом говорить и так далее и тому подобное а теперь они тоже это понимают они тоже это оценили и они тоже про это говорят используя книги Шилагуру Дева и они тоже теперь везде демонстрируют Раду и Кришна все вакунжи вот как у нас Рупа Санат показаны показаны Шилагуру Дев он во всем был революционером есть какая замечательная шлока в Шимадбагаве там Танна Машрути Матрына Пумар Бавати Нирмала Тасьят Тиртападам Кива Даса Намавашишитэ в этом стихе говорится насколько бы святое имя не было могущественно имя Кришны на что способно вот если вот так посмотреть имя Кришны способно на все имя Кришны могущественнее чем Кришна имя Кришны милостивее чем Кришна святое имя способно полностью изменить судьбу человека На что не способны никакие другие практики, вылета из тела или вообще получения, когда ты вне законов природы. Святое имя способно подарить тебе, сжечь твою прорабка кармы. У тебя сейчас, тебя должны сейчас убить. Ты должен сейчас умереть. Если в этот момент ты предашься святому имени, вот этой прорабкой кармы не будет. Если человек будет стараться постигать трансцендентное знание, быть в гиянии, он не сможет избирать. Его должны были убить, его все равно убьют. И он должен быть умрет, и он все равно умрет. Он не способен поменять эту карму, а святое имя свободно. И вот в этом стихе говорится о том, что какая бы ни была сила святого имени, то слуга его, слуга Кришны, еще более могущественны, чем святое имя. То есть там говорится, Танавашути Матрина, Апумамбавати Нирмала. Святое имя способно полностью очистить человека. И святое имя Кришны, чьей стопой является паломничество, вместо паломничества, если даже святое, вот все, на что способно святое имя, его слуги, что тогда же может быть невозможно для его слуг? Вот если даже его имя способно на такое, что говорить о его слугах? Если даже имя Кришны способно очистить человека, то что говорить о его слуге, который еще более могущественен, чем его имя? Замечательный просто стихот. И Шила Гуру Дева является таким идеальным примером, по которому можно видеть, что же это за могущество было Шила Гуру Дева. В чем это могущество Шила Гуру Дева? Когда описывается слава Вашнава, чистого Вашнава, возвышенного Вашнава, то на самом деле в его глазах, в глазах Кришны, в его устах, в устах Кришны, в его руках руки Кришны, в его стопах стопы Кришны. Когда, куда бы Вашнав ни ступил, оно превращается в священное место, оно сразу очищается от всех грехов. Когда Вашнав касается земли, земля дает урожай, земля прощает других за все оскорбления. Когда Вашнав протягивает руки к небу, полубоги очищаются. Когда Вашнав смотрит от взгляда, те, кто видели Шила Гуру Дева, они даже на нашем грубом уровне, у нас сердца вот такие вот, постучи, открою. Все равно, когда Гуру Дев смотрел, своими глазами, когда Вашнав, Дашидар Махрач, видели, когда он смотрит, у него прям такие жемчужины такие черные. Когда люди баджином занимаются, у них глаза сверкать начинают. А Шила Гуру Дев, у него бездонный океан, очень глубокий, очень-очень красивый. Он просто от одного взгляда на самом деле можно очиститься. Те, кто испытал на себе взгляд Гуру Дева, они прям чувствовали себя святыми людьми уже, возвышенными. Видели, не видели его? Убийца же Моха. Ты стоишь рядом с Гуру Девом, и даже если он на тебя не смотрит, он просто с тобой рядом стоит, он там с кем-то разговаривает. До тебя даже не может повернуться, он настолько занят своими делами, он тебя просто игнорирует. Но ты в этот момент чувствуешь себя счастливым, святым человеком, что для него экстазия. То есть ни грехов у тебя нет, ни оскорблений нет, ты как будто бы парить над землей можешь. Все это от того, что из него он просто средоточивает чистоты, любви и красоты в мире, которая путешествовала по всему миру и очищала эти континенты. От этих грехов и оскорблений, от этого разврата, от этой ненависти, злобы между людьми. Куда бы он ни приезжал, в тот самолет, какой бы он ни садился, люди себя там святыми рядом с ним чувствовали. Они никогда уже не забывали такое и дальше. Даже стюардессы получали у него. Горенамы и четкие. Потому что какое там общение. То есть лавенам, лавенам, какой-то миг общения. Она просто посмотрела ему в лицо и попросила четкие. Почему? Потому что там все, он уже, он не просто сканер. Сканер, вот Гуру Дева часто взгляд Гуру Дева сравнивают с сканером. Как можно сравнивать какой-то сканер со взглядом Гуру Дева? Когда тебя сканируют, ты приятно при этом не чувствуешь. Это невозможно объяснить словами. Когда ты проходишь на таможне, заходишь в кабинку, у тебя там сканируют. Ты чувствуешь, что ну все, про тебя эта радиация прошла, молодцы. Когда Гуру Дев смотрит, он смотрит как будто бы в центр твоего сердца. Он видит тебя так, не вот это тело, он видит тебя, какая ты красивая. Какая ты умная. Какая ты дорогая служанки Шимати Радыки. Он способен вот это видеть. Он просто, и он может так посмотреть на самого последнего и видеть там красивую, красивую душу, красивый образ, красивый, все его красивые взаимоотношения с Кришном. А ведь человек все это чувствует, а душа-то это все чувствует. Мы же хоть и считаем себя этими телами, мы неосознанно все равно считаем, что мы не это тело. Мы все равно считаем, что мы, потому что когда мы говорим, мы говорим мое тело, мои глаза, мы это все равно и так знаем. И вот точно так же, когда сам преданный стоит перед нами, когда еще на Гуру Дев стоит перед нами, мною слова не требуются вообще. Знание, философия Сиданта, оно не требуется. Оно все становится понятно и ясно, что такое Багдзе. Не нужно при этом многое объяснять. Вот все эти объяснения нам нужны для проповеди. Все эти объяснения нам нужны для того, чтобы мы могли на уровне интеллекта, чтобы у нас было системное представление, чтобы мы могли не ошибаться, чтобы не только на том ощущении, которое ты успел на Гуру Деве получить, а вот то представление о том, что такое чистая Багдзе, оно переходило без слов. Самое сокровенное знание, самая прекрасная красота, то, как мама Ишуда любит Кришну, то, как Баларам любит Кришну, то, как Радыка с Кришной. Вот это все переносилось не через слова, не через материальные инструменты, не через слух. Это произносило в присутствии, произносилось от взгляда, от улыбки, от эмоций все исходило. Но чтобы, что говорить, для слух Кришны нет ничего невозможного. И вот это самое огромное могущество человека было, могущество человека Радыка было в том, что он мог даже просто своим присутствием изменять сердца людей, на что никто больше не способен. Никто абсолютно больше не способен. И способен подарить, он же не просто, если мы, например, встретили возвышенного учителя из Романуджисом Прадай, или из Нимбаддитисом Прадай, мы бы тоже поняли, что такое Бахти, мы бы тоже чувствовали себя святыми и все остальное. Но не было бы там таких близких, любовных взаимоотношений, как в Раджи. Вот там бы этого не было. А вот это, оно очень сильно выделяется от всех остальных взаимоотношений. Даршан Гуру Дева, это Даршан поистине, он дороже, чем Даршан с Романуджи Ачари, чем Даршан с Мадава Ачари. Такой Даршан, он дороже, чем Даршан с Кришной. Потому что те, кто встречались с Кришной, они не получали такого понимания чистого Бахти, такой любви в Раджи. С Кришной многие, кто встречались. Шушупа он встречался, Дурьот он встречался. Чару и Муштика, они даже обнимались с Кришной. Там и кулаками. И вот у них все тело, кулак, 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 бицепс, бицепс. Даршан Кришна не даст такого. Потому что у Кришны этого нету. Нет у него такой любви к Кришне. У него есть любовь к Крадыке, у него есть любовь ко всем Копе, у него есть любовь к маме, что у него есть любовь к Дживам, это совершенно другая любовь, с другой стороны. А вот то, что мы получаем от Ваишнавов, это предмет мечтания, это предмет молитв, это предмет аскез, это предмет тапасии даже для нараты, даже для Брамы. Брамы какое могущество, какой интеллект, какой уровень, какое положение. Да, нам не мысленно обо всем этом представить, но даже для самых великих. Они ради этого все делают, они ради этого совершают тапаси, они ради этого изучают все для того, чтобы потом встретить когда-нибудь вот такого Ваишнава, от которого приходит особое понимание любви, которое происходит во враче. Вот это врача-бахтия. Махабарата, который идет в сериал, сейчас вот новый видели, да, 2013 года, о том, с какими спецэффектами, с какой любовью они там показывают хостинапор, с какой любовью они там показывают индо-прасту. Там индо-праст, доходишь, там цветы разговаривают, там все такое, все со спецэффектами, все такое волшебное, то-то-то-то-то, а потом показывают Вриндаван. Вы еще пока в этих сериях не видели Вриндавана, я на хинде смотрю, я видела. Три сосны и хижина соломенная. Нанда-баба с непонятно какой шляпенцией, по-другому ее не назвать. В Раджавасе там непонятно какого вообще, какой красоты. обычной, простолюдиной, ни красоты, ни украшений. Вот просто вот хижины, вот чук-чук-чук-чук, в котором живут, вот такие они показывают дом нам до бобы, чук-чук-чук-чук. Там из леса Вриндаван стоят, говорю, три сосенки, ни листвы, ни цветочка. И вот у них это такое представление о Вриндаване, они вообще про это не знают, в основном, потому что люди знают о Дварахе, какая тушная Двараха, о том, какой Хастинапур волшебный, они с таким благоговением, с таким почтением Любовью показывают там Пандавов, показывают там Любовь к Рукмине и Кришне. Они ничего не знают о Вриндаване, они не знают о том, что этот Вриндаван, он вообще ни в какое сравнение не идёт. Махабарата, она не описывает бхакти вообще, Махабарата, она описывает мукти, это за что Нарады ругал Вьясады, когда появился, когда Вьясады дал эту Махабарату, испытывал неудовлетворение, когда появился Нарады и стал его ругать. Ты что наделал? Люди и так все поглощены собственными эгоистичными желаниями, они и так всё делают только для себя любимых, и для этого они занимаются дхармой, и для этого они занимаются артой, и для этого они занимаются мукти и так далее. Так ты ещё им все карты дал для этого. Ты же ещё им описал о том, что и правильно, и молодцы, вот это есть религия, пока-пока. То есть ты их вдохновляешь на это, ты подтверждаешь их это, ты принимаешь им это. Он говорит, ты же ничего не описал о том, что каждая ведь душа, каждая ведь душа, это слуга Кришна, служанка Кришна. О том, что без бхакти, без любви, без предания ему никогда никто не будет счастливым, никогда не будет испытывать удовлетворение. Ты ведь этого ничего не написал во всех своих писаниях, вплоть до Магавараты. И вот тогда Ащила Гурадефа вот именно с этого начинает проповедь, когда едет на Запад. Он начинает людям рассказывать, людям, которые в Исхоне получили представление о том, как велика Варнаша Матарма, Дварака, как классно быть царицей Кришны и так далее. Вот тогда Гурадефа начинает им говорить о том, что без особых взаимоотношений с Кришной, когда Он твой возлюбленный, когда Он твой сын, когда Он твой брат, если для Него чего-то не будешь делать, ты никогда не поймешь, что такое Любовь вообще. Для тебя будет все равно, будь только внешне, для сестры, для жены, для царя, для того, для сего. Это совершенно разные вещи. Ащила Гурадефа, когда рассказывал, он как раз проповедовал о градации Бхакти, которую сейчас Исхидар Махарадж говорит из Брихад Бхагаватамрита, показывает градацию, какая разница между этими разными видами Бхакти. Начинал проповедовать о том, зачем приходил сюда читания Махапрабута. Тогда он рассказывал, Махапрабу ведь приходил для того, чтобы у Натой живала раса, Свабабхти Шрия, вы же сами издавали эти читания Чаретамрита, вы что, не видели, что в них написано? Посмотрите, что Пракупада в них пишет. Они-то это даже не заметили. Пракупада на лекциях-то про это не говорил. Пракупада их на лекциях-то говорил, что интоксикации не принимать, незаконные отношения не имеют, не пить, не курить. А какие эти, не верьте никогда ученые, они ничего не понимают, на луне они не были, коров они убивают. А в своих книгах он же всю эту любовь написал, он же все в читании Чаретамрита написал, он же написал там и, что такое чистая ваишнах, он написал там, что Махапрабу пришел сюда подарить настроение Манджаре. Он про это никогда не говорил. Но в книгах-то у него это написано, они эти книги издавали миллионами, распространяли мной миллионами и никогда про это не знали. И вот, Шила Гурудев, это особая милость Кришны. Пракупада, когда он уходил, он просто держал за руки Гурудева и говорил, я собрал много обезьянок. Он, пожалуйста, подарил дальше воспитание. Я не успел дать им все. И тогда Гурудев, он говорит, я не понимал, почему он меня так просит, потому что они сильные саньяси, они сильные брамачари, они открывают норестокрабы. По всем странам уже открыты храмов, и они проповедуют, они делают радоятра, они издают книги. Гурудев говорит, я не понимал, почему так говорит про Купада. А потом он увидел, как Купада ушел. А пока у человека нет трансцендентной веры, он считает, что твой Гуру — это смертный человек. Если ученик считает, что твой Гуру — смертный человек, все знания, которые он получает от этого Гуру, уходят вместе с Гуру. Вся вера уходит вместе с Гуру. То есть, если Гуру стоит перед тобой, то я буду Кришне служить. Если Гуры рядышком нет, то я буду служить себе в самых разных формах. Вот это вот, когда у человека нет трансцендентной веры. Он еще пока не знает, не понял, он на словах может говорить о том, что мой Гуру пришел из Духовного мира, я тоже пришел из Духовного мира. Мы вообще-то все оттуда пришли. Мы сейчас все занимаемся великой проповедью, иначе как бы это было возможно? Почему это есть более возвышенные дживы и менее возвышенные дживы? Конечно же, мы все оттуда пришли, но иначе вообще никакого интереса тогда этим заниматься нету. Чего это я меньше, чем все остальные, чем более ущербные и менее способные? Конечно, мы все, слуги Чайтани Махапрабу, вечные спутники Махапрабу, пришли сюда проповедовать. Чего-то Прохупада об этом говорил нам. И тогда один за другим эти возвышенные преданы, они начинают потихоньку, Прохупада нету, ну уже для себя буду жить. Уже можно и не так сильно этим заниматься. Ну вот была бы жена, мы бы твоим баджем бы занимались. Дети? Так еще лучше. И Шилагурудеф видит о том, что вся сила Брамачария, Санясина стала куда-то испаряться, и люди страдают. И тогда Шилагурудеф, тогда Шилагурудеф, он все равно сразу после Прохупады, он не занимался этим. Он занимался проповедью, которая ему нужно было проповедовать в Индии. Без этого проповеди, которая была сейчас там в Индии, не было сейчас того, что сейчас есть в Индии. А в Индии сейчас и на телевизионных программах, просто и в самых разных городах. Они уже знают, кто такие Гаудия-Вайшнавы, они все говорят, насколько возвышены Гаудия-Вайшнавы, насколько они простые, насколько они глубоки. Они на самом деле понимают, что такое Веда, что находится в этих писаниях. И вот это благодаря тому, что Шилагурудеф тогда всю основную часть своей жизни потратил именно на Индию, свой бажан и свою проповедь. И потом уже, после Бхати Раша Шадарагасави Махараджа, когда ученики Прабхупады учили, где, 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 где смотреть дальше, где учить, вот тогда Кришна к нему направил. И тогда Шилагурудеф стал им описывать, а что же такое чистая Бхати, а что же такое трансцендентная вера на самом деле. Для многих оказалось открытием после 20-30 лет сознания Кришны. И он просто вдохновил тех, кто к нему пришёл, получили большой заряд энергии, большой заряд глубокого понимания писаний. И потом, и не важно потом, они в этой линии или в других линиях находятся, они несут дальше этот заряд энергии. Они несут дальше. Сейчас в Исконе появляются замечательные книги, описывающие их настроение Гриндавена. Откуда они сейчас там все появляются? Они как раз появляются с того, что Шилагурудеф всё это давал в замечательные лекции, поэтому он всё объяснял им. Шилагурудеф рассказывал о том, что как важно... Он сам был идеалом Вайшнава-садачара или поведения Вайшнава. И он рассказывал о том, что всё искусство нашего Бхаджина основывается на искусстве общения с Вайшнавами. Вот это самое главное, чему нам нужно всем научиться. Без искусства общения. Поскольку мы всё, что у нас есть, мы получаем от них, это не является носителем этого. Те редкие возвышенные Вайшнавы и их слуги. Нам нужно научиться этому искусству извлекать вот эту для нас жизненно необходимую сущность. Без неё мы просто не сможем ничего это придумать, не сможем никогда этому следовать. У нас есть богатство, когда Вайшнавы сюда приходят, они оставляют нам идеалы. Это самое главное наследие. Шрила Бхактинотаку, Шрила Бхагасвами, Шрила Пракхупада, они оставляют за собой идеалы. Идеалы идеалами. Но нужно ещё и на практике видеть, каким образом это осуществить в своей жизни. Недостаточно просто книг. Да нужно ещё и видеть перед собой примеры, которые уже на своём уровне уже осуществляют эти идеалы. Без этого не получится. У нас есть маленькая вера, которую мы, например, получили. И эту веру-то нужно развивать. Если не прилагать усилия, её не развивать. И прилагать усилия, это значит прилагать усилия в искусстве общения с Вайшнавами. Как, к какому Вайшнаву нужно относиться. Там подразумевается, как к какому Вайшнаву, с какой любовью нужно относиться, а не с каким презрением. То есть, когда говорится, что к конечне, к мадьему, к утаму, разные виды взаимоотношений к людям, это всё градации любви должны быть, а не градации равнодушия. Просто кому-то можешь прямо выказывать свою любовь, а кому-то косвенно. Кому-то ты в сердце желаешь эту любовь, кому-то ты внешне выражаешь эту любовь. А кому-то ты просто становишься частью его и служишь ему во всём. Это раз самое... Всё, что Вайшнавы не делают, это всё любовь. Но разные их градации. И вот у материальной души, у обусловленной души этого нету. Это вот этому нужно всему научиться. И когда человек постигает вот это искусство взаимоотношения с Вайшнавами, то где бы он ни появился, каждый Вайшнав ему откроет своё сердце и подарит драгоценные камни. Он просто как корова, которая за виде своего телёнка сразу у него начнёт молоко извименить. Если у нас будет правильное отношение к Вайшнавам, если у нас будет любовное отношение к Вайшнавам, то каждый Вайшнав для нас будет как корова-мать для телёнка. Он завидев тебя, он тебя будет кормить, 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 потому что он за это и пришёл. Нам нужно просто не мешать Кришне, нам нужно просто не мешать Чайтане Махапрабу заниматься проповедью. Нам не нужно просто лишь мешать Вайшнавам, как они занимаются проповедью. Нам нужно просто принимать то, что они дают. Но там тоже искусство, не всё так просто. Один Вайшнав, он любит так, другой Вайшнав, он любит так. Ведь нужно понимать сердца этих Вайшнав. На самом деле, и это самое глубокое искусство. В Шаманбхагаве там как раз и говорится, что когда ученик приходит к своему Гуру, Манасасарва даасадам, то есть нужно полностью забрать свой ум от всех внешних предметов, и передать этот ум Гуру. Для чего? Для того, чтобы научиться сначала милосердию ко всем душам в этом мире, потом дружбы ко всем Вайшнавам, а потом придёт Любовь к Кришне. Она по-другому не может. Сначала нам нужно научиться милосердию к душам. Каким образом мы можем научиться к тем, кто живёт в этом мире? Когда мы служить им начнём? Каким образом Любовь к состраданию придёт? Когда мы будем стараться им понять, объяснять что-то, понимать что-то, переносить то, что мы знаем, давать им в той или иной форме, в удобной читаемой, чтобы это не было насильно, чтобы что-то тоже было с искусством. Это ведь тоже искусство. Донести до человека ещё какое искусство. А благодаря тому, что мы будем прилагать в этом отношении усилия, у нас будет появляться сострадание. Мы будем понимать о том, что испытывает мой Гуру, когда он приходил ради меня, совершал такие усилия. Мы начнём понимать о том, что Вайшнава-то терпит ради нас. Как же это трудно достучаться до сердца. Сколько же это требует усилий. И вот так потом, потом мы постепенно начнём уважать Вайшнава. Потом, когда появится это сострадание к душам, когда потом постепенно, это занимает даже не одну жизнь. Не нужно никогда обижаться ни на собачек, ни на кошечек за то, что они писают на всё, что угодно. Не задумывается. Не нужно обижаться на нового человека, который может Бог знает, что нести, и Бог знает, что делать. Не нужно обижаться ни на какого начинающего преданного, который хоть немножко что-то понял, может быть, 5% делает правильно, а 95% просто вредит всем. Не нужно на него обижаться. Если ты это понимаешь, то нужно здесь ходительно к этому относиться. Нужно его терпеть и радоваться, и поощрять за то, что на тебе 5% делает. Молодец! Какой ты молодец! Ты знаешь, ещё есть 26%. Ну только не сразу 20% или 30%. Потому что у него ещё только желание на 5%. Только если ты сам покажешь на 20%, вот тогда он задумается, почему я на 5%. А когда ты будешь им объяснять о том, что нужно на место 5% 10% делать, ты будешь врагом на всю его жизнь. Он будет избегать общения с тобой. Зачем он мне что-то насильно впихивает? Вот ваще на Гурадехе он давал, он на своём примере показывал вот это искусство. Это нужно видеть, это нужно слышать. Он когда приходит к нему новый человек, он говорит, какая ты красивая. Но ты знаешь, ты не это тело, ты ещё красивее. Вот это тело скоро состарится и умрёт. А ты, ты так и останешься быть красивой. А её знаешь, для того, чтобы узнать, какая ты красивая и какая ты умная, нужно повторять хренам. И это происходит совершенно без насилия. И ты испытываешь какую-то... И человеку у тебя ничего не нужно. Он никогда в жизни не встречал такие взаимоотношения. О том, что кто-то тебе что-то даёт, не беря ничего взамен. Ведь такого никогда... Простая вещь. Он тебе просто подарил какую-то нежность, ласку, тебя похвалил, а взамен ему ничего не надо. Такого не бывает в материальном мире. Вот так человек начинает покупать. Он просто покупает сердца, набирает их в карманы. Он начинает кому-то что-то делать, ничего не беря взамен. И человек не чувствует, что он ему при этом обязан в том плане, в материальном плане обязан. С него не идёт взгляд. Типа вот нужно... То есть иногда сделаешь что-то особое, и уже смотришь на человека. Оценил он это, не оценил он это. Нужен какой-то определённый взгляд, ты ожидаешь. Там-то этого не было. Там даже не взгляд о том, что чтобы тебя оценили. Там этого просто не было. Там идёт просто Любовь. Просто бескорыстная Любовь. Просто совершенно чистая Любовь. И вот это и покупает. Что же невозможно тогда для его слуг? Харинам не дойдёт туда, куда дойдёт такой Вашнам. Он ещё даже святое имя не начнёт понимать. Когда Шилогур-Урдев сидел, я помню однажды, как ехали из Харидвара, и Шилогур-Урдев так получилось, сидел прямо на этой станции, на обычной грязной станции, там, где все эти люди на полу спят, на своих подстилках. Гур-Урдев сидел на краешке, и скамейке повторял святое имя. Весь святое имя. Вот просто одного взгляда на это достаточно словами не передать, чтобы после этого ты весь день Харинам повторял. Это просто нужно увидеть. Ты даже не слышишь, как он повторяет Харинам. Это делается тихо. Вот поэтому говорится, что же невозможно для слуг Кришны. Они даже ещё могущественнее, чем Харинам. У них каждая клеточка тела — это Харинам. Даже если ты её не слышишь. Каждый взгляд — это Харинам. У них всё вокруг — это просто Любовь и Харинам. Любовь к Харинаме, Харинам в Любви. Вот. Ещё на Гурдев говорит, для того, чтобы был успех в Баджане, для того, чтобы был успех в Садане, нужно начать прославлять своего Учителя. Нужно, чтобы всегда прославлять своего Учителя. И он говорит даже не просто о себе. Он говорит, нужно начинать с того, что мы начинаем прославлять наших Учителей. Но мы начинаем прославлять нашу Сампродаю. Когда мы будем её прославлять, к нам будут приходить очень-очень глубокие понимания о нашей Сампродае. Когда мы будем прославлять Пракхупаду, Хараму, Гурдева. Когда мы их прославляем, у них сердце тает. Они же ведь не смертные люди. Они же точно так же находятся везде и повсюду. Они же не отличны от изображения. И даже без изображения не находятся здесь. Потому что то семечко, которое тебе посадили, они там все, там семечки присутствуют. И когда каждый из них слышит своё имя, и когда каждый из них слышит о том, как ты говоришь о нём, даже ты просто что-то хочешь сказать о нём, не обязательно, как ты говоришь о нём. Потому что что можно ожидать, чтобы условная душа будет говорить о нём. Они, у них начнёт молоко бежать из вымени. И у них от этого молока начнёт прорастать семечко. Потом человек говорит, надо с утра повторять джаево-дване. Нужно с утра повторять хотя бы имя просто каждых своих дедов. Дедов, чтобы у каждого из них начинало бежать это молоко, которое на весь день почему-то будет давать особую окрылённость. Появляется какая-то окрылённость потом в течение дня. Откуда она появляется-то? Нужно каждый день петь гурваш такую. Нужно каждый день петь, потому что мы сампрода и поём. Тогда у нас вдруг почему-то будет хотеться повторять святое имя. И потом мы гораздо чаще вспомним о Кришне в течение дня. Не мы же эти мысли-то придумываем. Не мы же их сотворим. Они нас посещают. От кого они будут посещать? Нужно ведь утром попросить сначала помощи. Нужно ведь утром сначала сделать поклоны. И тогда эти мысли замечательные будут посещать. И вот тогда наша жизнь, она будет состоять из чудес. Чем больше мы просим, чем больше чудес будет в нашей жизни. Удивительных чудес, благодаря которым окрепнет наша вера. Благодаря которым откроются наши глаза и откроются наши уста. Благодаря которым откроется когда-нибудь наше сердце. Сколько примерно уже? Почти час. Бываю уже скоро. Нет, нет, час. Нет, не бедет. Говоришь почти, нравится. Так, Кураде можно говорить сколько угодно. И самое интересное, что... Я просто хочу уже в одном месте. Испугалась, что не скажешь, а думаю, остановить даже невозможно. Я... Можно еще рассказать? А... Сину Пракхупада он говорит, что о своем духовном учителе нужно говорить и желаке просить Украшну, просить Украшну, чтобы Он дал миллионы языков, чтобы постоянно говорить Украшну. Потому что у это тело маленькие возможности. И договорится миллион языков. Это не подразумевает, что все тело вылиплено из этих языков. Когда он просит миллион языков, подразумевается сила. Говорить миллионами языков. Появляются все возможности говорить в том или ином качестве, прямо или косвенно, через интернет, или через видео, или через резюм, как-то это обозначает миллион языков. Когда Шарупа Гасаи просит миллионы ушей, не просит миллионы украшений тут на теле, он просит силу иметь этих ушей, для того, чтобы услышать там нечто такое, что уже станет молоком для этого сердца. У нас очень мало времени, у каждого. Нам кажется, что его очень много, нам кажется, что его будет долго. Но мы живем в иллюзии. Мы живем в иллюзии. Если мы на что-то тратим время, мы верим, мы это делаем только на основании того, что мы верим, что я буду этим какое-то время пользоваться. Если бы у меня такой веры не было, я бы ничего из каких усилий не потратила. Если я покупаю себе диван, я его планирую, по крайней мере, 20 лет на нем лежать. А если бы мне сказали, что ты проживешь неделю, не покупала бы я их. И вот это все в нашей жизни. Покупаем ли мы квартиру, покупаем ли мы машину, покупаем ли мы то, сё. Это только потому, что мы верим, что мы проживем все столько времени. Когда мы украшаем это тело, мы верим о том, что оно будет долго со мной, мне его нужно поддерживать десятилетия. Иллюзия это все. Тут все состоит иллюзия. Нету этих десятилетий, нету этих недель, нету этих дней даже. Шина Пархупада говорит, есть единственная правда, Горгавина Махара часто об этом говорила, есть единственная правда, человек только тогда начнет поступать к соответствующим образом, когда он будет понимать, что сегодня твой последний день в жизни. Вот если мы с утра, просыпаясь, будем думать, вот сегодня я должен прожить свой день так, как если бы это был мой последний день в жизни. Вот только тогда он начнет заниматься бахтием. Вот только тогда он будет уже серьезно ко всему этому относиться. Он уже не будет на все пустые занятия, на все пустые проводы, просто даже заморачиваться не будет. Он будет делать только самое главное. И у нас на самом деле, вот оно так и есть. Даже у наших, сколько уже моих братьев и сестер не стало, которые думали о том, что они будут сейчас жить пока в России какое-то время, ну, в несколько десятков, а потом во Вриндаван поедут, вот тогда они баджина будут заниматься. Нету им. Это происходит мгновенно. Когда ты этого не ждешь. Это происходит мгновенно. Когда ты этого не ждешь. И потом нету времени одуматься и сделать по-другому. У тебя просто забирают твои возможности и все. А время отводилось именно для этого. И Господь ее подарил из милости это время. Он нам подарил время, дарит. Вашнава, Саду-Сангу, дарит. Для того, чтобы мы успели получить как можно больше этого настроения, этого вража-бабху. Сукрити, чтобы успели больше поднабраться. И нет гарантии о том, что следующая жизнь будет человеческая даже. Или что она будет вообще в этот день брамой. Нету этой гарантии. А те, которые успеют это получить, они уйдут крадой и крышкой. А те, кто прокопаются, те, кто отложит это на потом, у них это все будет просто в законсервированном состоянии. Они так и останутся в этом мире, будут дыхаться. Не понимая, как это происходит. Это нужно. Сейчас просто дверь вот в этой вселенной немножко приоткрыта. Через которую можно реально пройти. И не просто дверь приоткрыта, а туннель сделан на Галоку Вриндавана. И эта дверь будет работать вот как видели в кино, в триллерах. Она в определенный момент закроется. И нам нужно успеть туда проскочить до того, как она закроется. И она закроется надолго. Она закроется еще как минимум на 28 солнц. После этого. На 28 солнц. Одно солнце – это 6,5 миллиардов лет. То есть сейчас есть реальная возможность. Если где-то... Вот самое идеальное было бы для нас, самое идеальное для нас. Это если бы у нас до этого было бы все понимание. Сукрити и все остальное. Это надо срочно бежать к Вайшнаву. Срочно предаваться. И срочно становиться его тенью. Забыть обо всем мире. Но пока, конечно, каждый мы на разном уровне. И поэтому нужно... Вайшнавы учат нас чему? Они учат нас, что каждый нас в своей жизни, в своей ситуации нужно начать принимать, постепенно применять эти правила. Но более милосердный Вайшнав скажет, хватайтесь быстрее за эту соломинку. За этот канат, который сейчас висит. Нужно... Вот те... Может быть, у кого-то там 5 лет есть. Может быть, у кого-то 10 лет есть. В сознании, в силах. Нужно как можно больше общения с Вайшнавом. Как можно больше, глубже вопросов. Не просто физическое общение с Вайшнавом. Нужно служение такому Вайшнаву. Нужна молитва Кришны. Нужно предание Святому имени. И задавать как можно глубже вопросы Вайшнаву, чтобы получить, чтобы он смог дать то, что он хочет дать. Если Вайшнав видит перед собой стеклянные глаза, если Вайшнав видит собой нежелание слушать, он не будет об этом говорить. Не будет. Потому что это принцип Кришны. Кришна ничего не делает насильно. Кришна просто не даст вдохновения такому Вайшнаву. Только когда аудитория соответственная, только когда есть сосуды перед тобой стоят, тогда ты их начинаешь заполнять. Если нет сосудов, ты не будешь разливать это на опал. Нам нужно быстренько превратить свое сердце в сосуд, и подставить его. Насколько получается, естественно, практичнее. И просто все свое оставшееся время быть с ним и смотреть, быть, спрашивать, молиться, предаваться. Тут уже словами не объяснить. Тут будут индивидуальные, совершенно индивидуальные Кришны из сердца будут подсказывать. Кришна будет все это делать. Как только человек начинает предаваться Кришне, то тогда Кришна будет его вести из одной в другой ситуации. Будет давать все необходимое для того, чтобы это бахта шло. В общем, я, наверное, слишком много говорю. Вася, как бахта-рапешта, крюпа, сын Тобе, вачар, по Титану, по Вадебе, вечно липе, на руна, вага. Шилла Гурадевки, джа, Гуру Сапрадайки, джа, Шаруха, санатана, докторику наши, Дживы, Гасайи, Патки, джа, чакдай на Махаправу, ки джа, Счастья! 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 Ох, я отлично!